Ну, пришли мы после прогулки, но вроде так он получше себя чувствует. А я сейчас буду делать по внутривенному катетеру два шприца препаратов. Два шприца нужно влить ему. Вот у нас лапка маленькая. Сейчас мы лапку быстренько распутаем. Вот теперь смотрим. Ой, ты ещё чихаешь, я думала, ты сегодня помрёшь. Тихо. Капец, как я первый раз боялась так делать. Теперь надо снять его с иголкой. И теперь потихонечку мы вливаем. Ребят, ну мы почти, посмотрите, один шприц почти вдавили. Давно я не делала такие процедуры. Обычно я всё докторам говорю, что только доктора. Я ничего не буду колоть. Ничего не буду, говорю, это не моё. О, ну, видите, приходит время, когда приходится делать тут процедурки всякие. Ещё сказали глаза протереть и капнуть, а у меня до сих пор руки не дошли. Катя, куда она хватит мне тут всякие лекарства вводить, блин. Блин, он чуть не умер, я думаю, сегодня вообще думала, наверное, надо будет ехать в Ставрополь. Думаю, если он ещё с ночью поплохеет, я сяду и поеду в Ставрополь. Заодно возьму кота, которого машина сбила и на стационар оставлю. Расставлю, пусть там за ним смотрят, думаю, всё такое. Но ехать за 200, 300, 250 километров, это очень, это очень тяжко. Герда сидит сейчас над посылкой, что-то колдует. Пытается что-то достать. Ты меня обнимаешь, да? Я в шоке. Сколько таких умирает, ребят? Сколько таких вы не стерилизуете, те, кто не стерилизует, выкидывают? Сколько так в мучениях? Вот честно, если бы, вот я бы подобрала уже с вирусной такой, да, вирус. Подожди, чуть-чуть осталось. Я ж не могу тебя резко вдавить, ты понимаешь? Нужно медленно делать. Давай, мама с тобой поговорит. Сейчас мы быстро закрутим, а то кровь вытечет. Кровь вытекает, кровь вытекает. Теперь берём такую штучку и заматываем обратно. Жгутик. Жгутик редактор называется. Потерпи одну секунду, пожалуйста. Это чтоб ты катетер не загряз. Короче, котёночку дала такого мяса, настоящего. Пусть покушает. Мне его прям жалко. Вот тут лежаночка, он любит на ней спать. Всё тут хорошо прокапали мою лапочку. Она у тебя не оп... Подожди, если она у тебя пухла, давай я тебе сделаю слабее. Подожди. Да, чуть опухла, сейчас будем расслаблять. Пушкина, перестань. Сидеть, всё. Доброе утро, Лутик, солнышко моего. Ой, там опарышей. Я их вижу большие. Ну, мам, конечно, там опарыши. Ой-ёй-ёй-ёй. Ничего, скоро поедем в клинику. Хорошо, котик? Да, у него опарыша, мама. Ну, они сказали, что они будут выходить ещё день-два. Как с Лутиком тоже они выходили несколько дней. Откуда? Ну, смотри, он уже спит как кот, и как на Ароса похож, да? Да. Прям копия, Арос. Не бойся, не бойся. Вы же по башке заехали машиной. Мама даёт ему мяско. Мам, он не слепой, он просто избитый, да, весь. Он ищет, да, он голодный, но уже что-то. Вот, малыш, на. Вот так. Вот, 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 вот. Нет, мам, у него просто отёк на весь рот. Ну, мне сказали, покормить можно, но давай лучше взбить. Взбить и паштетом. Он очень хочет кушать, видишь? Надо давай водички, да, сперва дадим. Вот тут Джессика интересуется. Сейчас я там водички. Ой, мам, у него там опарыши бегают. Ну что? Ужас. Что же теперь делать? Не съедя. Вкусно, вкусно пахнет, да. Ой, лапа сильно пухла ещё. Был бы, конечно, Ставрополь, я бы его оставила и до полного выздоровления обзабрала только. Малыш, ну ты видишь, что я лапку сдавила? Я правда не знаю, с какой стороны снять. Так, ну мы сейчас с Настей, с Принцем, и с лучиком выдвигаемся срочно в плене. Надеюсь, мы тоже опоздали. Почему? Вот у нас лучик лежит. Ага. Он даже не попит... Не, пописал чуть-чуть. Всё нормально тогда. Ох, с этой большой переноской, а спина скоро отвалится. Машину потом топила. Ну, а посильная тепла. Да, это пережала, не смогла отключить. Андрей, у меня есть... А, сома нормальная или нет? Сколько сеешь? Поправили. Почему вы решили, что вы славаете? Нет, она говорит, как будто бы он не может есть. Поэтому я спрашиваю, у нас тиродея лягутся, но я не особо не смотрела, поэтому... Никто не плачет. Я не нашла начало. Там ей надо перезвонить, кто-то к ней надо... Да, я решила, ну пусть она позвонит и запишет, когда их любит. Спасибо. Я ему сегодня для головы препаратик заполнила. Ага. Мы всё, сделали препарат, и мне кажется, он как Кузя у нас. Наташа, надо повезти в Ставрополь. Может сделать ещё ему... Ой, не до бог скажет МРТ, Да, это только в Краснодаре. Всё. И этому мальчонку сделали всё. Он убежал, да. Ну пускай. Вот так, смотрите, ну купила цепровед Бровекта для Милы, цепровед для котят на 1730. И это сейчас за приём ушло 1380. Таблетка для ветеринарного применения. Да, давай, я купила Бровекта для Милы. Давай, на три месяца. Конечно, она вкусная. Она выплёвывает. Ест, ест, подожди. Всё, на три месяца, не блох, не... Ну всё, я пойду, вы там доедайте. Пуськина-то нечего, как можно сказать. Она очень-очень такая упитанная девочка. Мы атаковали Настю. Настя говорит, я как бы не очень дружу, ну ладно. Пуськина вообще обнаглевшая морда. Всё, забирай себе. Меньше животных, больше кислородов. О, мадамы, вон, на Настю взгромоздясь, смотрят в окно. Им места в машине, места им мало. Им нужно на Настю сесть, вот именно что. А так места всем мало. Короче, мы едем, девчонки сняли дом. Катя с Яной. Короче. У тебя есть одна рука вот так снимать? Сейчас проверим. Только вот так. Сижу я, монтирую видос. Монтирую. Звонит Яна по видеосвязи. Поднимаю, они. Там на озере мы, говорит, сняли дом. Я говорю, не поняла. Приезжай к нам. Я говорю, ну мне сейчас намонтировать надо. Потом в Георгиевске с котом надо. Пуськина, ты перекрываешь весь фасад. Потом с котом туда-сюда. Говорит, ну мы до 11 вечера забронировали. Короче, мы тебя ждём. Я быстро сейчас кота отвезла. Мы приехали. Правда, уже 4 часа прошло, и они нас ждут. Но мы, короче, уже едем туда. Настя, я и две собачки. У них тоже по собачке. У Кати своя собачка маленькая. У Яны своя. В общем, мы приехали в такое место. Здесь красиво. Вот там горы, посмотрите. Вот там они, горы. Правда, я звоню Яне, она не берёт. Но это где-то здесь. Вот такая красота. Вот всё на солнце. Как в Германии, ей-богу. Чуть-чуть похоже здесь всё на Германию. Кавказ, ты ли это? Почему только чуть-чуть? Давайте нам везде культур-мультур делай. Где-то у меня паспорта упали. О, ты познаком... О, идёт самый главный. Он сейчас их порешает всех. Смотри. Он их сейчас... Катя, тут кот бешеный. Как её зовут, Майя? Жужа или как её зовут? Жужа-то Майя. Он сейчас... Я в афиге полном. Да, у неё что-то гноится глаз. Так, не подходи. Сейчас... Ой-ой. Сейчас и под вы, и под раздачу попадёте. Заходи, заходи. Ё-моё, вот оно что. Ничего себе. А как оно туда пролезло? Прикиньте. А он через трубу. Глаз гноится. Поэтому она всех собак порешала. Герда, не вылази. Я тебя бедненькую, бедненькую тебя загрызла. Кошка с козы бесстыжая, бесстыжая. Она такая красивая вообще. Как они на них напали, потом вышла кошка и порешала всех. Катя потом будет смотреть новые ролики и скажет, что? Катя! Вот такая тут красота. Ну, как Германии. Прям как Германии. Красота. Тут можно плавать. Ей пофиг он. Иди сюда. Давай, иди сюда. Герда, Герда, быстро, быстро, быстро. Иди к вам, я сказала. Курочки. Она на вторую ловку не купится. Ой, какая ты тяжёлая. Стой! Ну, смотри, она схватилась. На её глаза. Она тут держится. Лапами. Да, здесь такая жестянка. Герда, эти глаза, она против. Это тоже гладкие, красивые, маминые гладкие. Давай. Бузькина. Бузькина у Кидалова. Пошла, пошла, пошла. Герда, эти глаза. Всё, не будем мучить, то подписчики нас закошмарят. Пуськина, ты наконец-то пришла к мамке. Герда уже меня три раза спасла, а ты, ты Кидалова. Всё, Пуськина Кидалова. Тот, кто хотел её купить, не покупайте. Она вас не спасёт. Нормально тебе плавает? Давай, плыви. Иди сюда, иди сюда. Плыви. Иди, иди. Ой, ты моя курочкина. Ой, ты плыви сюда. Плыви, плыви, плыви. Всем привет, ребятушки. Ну что, мы сегодня вам вещаем с озера. Я тут главная барыня. Я тут плаваю. Хочу на мамке плаваю. Хочу по озеру плаваю. Я вообще тут отдыхаю. У меня курорт. Захочу, залезу на шлюпку и поплыву я дальше. Всё. Вот такая я деловая жужа. Так, скажи, когда хочу, туда хочу, залазаю. Всё нормально у меня, скажет. Вот я на корабле, короче. На титонике. На титонике. Хорошая табак. Завтра так будет. Короче, мне... Ох, ни черта себе у меня будет тут, короче, шрам. Да? Герда, тебя мучают по очереди, да? То Гаяна, то Настя. То Гаяна, то Настя. Гердучкина, Гердель, ну тебя ж не топят. Нужно на спасательном кругу за ты. На лапки. Лапки, как у жука. В общем, делаю небольшой рум-тур. Там вы видели, да, озеро? Вот такое. Вот здесь, наверное, шашлык-машлык можно делать. Вообще, я не знала об этом месте, если честно. Тут как в Германии. Прям вот точь-точь. Вот приехали к Яне. Да, тут действительно сидели мальчишки. Сейчас Яна выпустит своих животных. И, в общем, вот тут они жук, эти мальчишки. Вот тут они свинячат. Посмотрите, у нее под двором. Ну, я говорю, да, вы сказали про баннеры. Но тут опять же, я со своим полтора метровым ростом достаю. Вон у нее собачки-то. Вон, ну, свинячат, что делать? Под ее двором свинячат. Ай, стой, тибой зимой, что за мелкий вот этот мелкаш? Ай, это вот эти четверо? Конечно. Ничего себе. А ты что такой прижим? Думаю, что за мелкий мелкаш такой? Это Лулушка. Луло, это Милоса пират. Нифига она бегает, смотри. А, чуть-чуть ногу вытягивает. А она у нее не сгибается же. Она не может поправиться. Ай, тибой зимой. Ай, тибой зимой, Мила самая большая. Хотя небольшая собака. Это Лулу, да? Да. Это с которой отправится кто-то, кого моя собака, да, отправится? Все, кто-то... О! Ты че? Ты че? Катя, меня не трогайте, пожалуйста. Терминатор. Катя, я не люблю детей. О! Я хочу занявку сейчас подавать, да? Быстренько, быстренько, быстренько идите сюда. Ой, какие-то, какие вкусняшки. Ой, какие вкусняшки, мамкины. Прямо сейчас убраться, убраться. Ой, тебе клёпузька, бедная. Косички тебя забили. Косичка одна, да? Ой, какой она красивый. Одна, но мощная. Пожалуйста. Все, да? Ничего не забыла? Надеюсь, нет. А, подожди, Кос, не забыла. Забыла за ленту. За ленту. Ну все, давай. Короче, уже очень поздно. Надо прокапать его. И два шприца у мамы, рыжика, прокапать. Лучка. В общем, записали мы лучка. Завтра на Ставрополь. Теперь 500 километров в день я должна преодолеть дорогу ради лучка. Я считаю, сегодня так устала. А ему один, а там у два. Он нас порвет. Тут этот лучик. Он бешеный просто. И он сегодня из клетки вышел и кругами. Кузя кругами, и он кругами вместе с ним. Да, боже мой. Я поэтому хочу, чем можно раньше, тем лучше в Ставрополь отвезти. Потому что мне сказали, самое важное время это первое время. Когда можно исправить и так далее. Потом исправить это трудно. Сейчас, малыш, два кубика осталось. Поэтому я его хочу как можно скорее отдать, чтобы они сами его выходили. Вот как в Ставрополь выходили, мне вернули нормальную кошку. Печеньку выходили и вернули нормальную кошку. Кого они еще выходили мне? А потом через две недели еще раз поедем. Возьмем хаски. Кастрацию на УЗИ и на анализ крови. На него. Балдеет. А сегодня доктор ему колола. Орал. А сейчас балдеет. Глазки надо лечить. А, глазки, вот эту штучку. Так, все, смотрим. Снимаем. Кровь выходит, кровь выходит. Закручиваем. Только ватку. Там много людей нам ватки привезла. С посылки. Причем нужно еще спецвидео смонтировать, чтобы завтра хоть что-то вышло. Вот он, шлядкий лучик. Очень похож на Ареса. На стационар позвонилась мне на Пирогова. Говорю, ну заберете его, пожалуйста, на стационар. Говорит, да, конечно. Так, ему вот эти два шприца. Малыш очень. Он сейчас разактивничается и будет мозги делать. Сиди спокойно, пожалуйста. Мы ему капнем в глазик хотя бы. Только не брыкайся. Он уже такой плотный. Насколько он плотный. Он уже сранен. Ну, потому что я ему по башке машина дала. О, не плачь. Все. Теперь тебе с катетера. Ну, что-то вроде чуть-чуть адекватнее стану. О, все, пошел побег. Ну, пожалуйста, ну не убегай, по-братски. Когда тебя еще по-братски просили не убегать? Сейчас, малыш, сейчас. Так, два шприца. Я так спать хочу, умираю. Ну, сейчас мы тебя полечим. Лишь бы не было он как Кузя. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok